Наглядный пример того, как развивается агропромышленный комплекс Кубани – средняя урожайность пшеницы. Сейчас в некоторых хозяйствах этот показатель достигает 90 центнеров с гектара. Еще лет 40 назад это казалось недостижимой цифрой. Тех, чьим трудом был получен нынешний урожай, поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На праздник приехали больше трех тысяч человек. Мы с вами впервые, вот так все вместе, празднуем День урожая осенью. Когда на полях пшеничных, рисовых, овощных, виноградных уже завершена уборка. И это правильно, потому что вы единая большая аграрная семья, которая обеспечивает продовольственную безопасность нашей великой России. Низкий вам за это поклон. Первые слова благодарности, конечно, хочу сказать нашим хлеборобам. Битву за хлеб этого года вы снова достойно выиграли. Наш каравай хлеба составляет 10 миллионов 364 тысячи тонн. Это снова рекорд с праздником Днем Большого Нашего Урожая. Бытует такое мнение, что на Кубани растет все. Вот к ней оглоблю вырастет телега. Она действительно вырастет, если эту оглоблю поливать потом. Потому что тот урожай, который есть, те результаты, которые мы имеем, это плод повседневного труда. Каждый из вас достоин того, чтобы о нем не просто рассказывать, а книги писать. Искренне, от всей души поздравляю всех тружеников Кубани с этим замечательным праздником. Те, кто ежедневно пахал в полях, собрали с полей почти 15 миллионов тонн зерновых и риса. Впервые в этом году в промышленных объемах получена пшеница второго класса, одного из самых ценных сортов. Заслуженные благодарности звучат не только в адрес хлеборобов, но и тех, кто выращивает виноград, овощи и фрукты. К примеру, половину всего винограда в России получают именно на Кубани. Вы вносите весомый вклад, который сложно переоценить в экономику нашего региона. И благодаря вам, сельское хозяйство, ведущая отрасль экономики нашего края. На агропромышленный комплекс приходится самый большой объем инвестиций. Общий объем господдержки в этом году составил 6 миллиардов рублей. Конечно, выгодно сегодня заниматься сельским хозяйством. Для меня самый главный приоритет, чтобы было выгодно вам, труженикам, чтобы росло качество жизни на селе, а в ваших семьях был всегда достаток. Вопросы агропромышленного комплекса и социального развития села находятся в центре внимания депутатов законодательного собрания Краснодарского края. И я гарантирую, что такой подход и такая работа будет продолжена. Передовиков производства наградили памятными дипломами, а комбайнеры, которые намолотили больше всех зерна, из рук главы региона получили ключи от новых автомобилей. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.